у меня уже выработалась определенная рутина именно утреннее перед университетом сначала я плотно завтракаю потом мне идут всякие уходовые штучки параллельно я запускаю робот-пылесос так как обожаю когда у меня дома чисто и минут 30 в день я читаю сейчас это мотивационная литература но хочу закупиться наконец-таки классикой и читать уже ее хочу прям погрузиться с головой вот и все наше безмятежное утро подошло концу я уже одеваюсь и уезжаю на пары сегодня по расписанию у меня две пары это первая лекция по внешней политике вторая пара по испанскому языку непосредственно семинар и так получилось что мне надо приехать вообще изначально заранее то я еду на час раньше от своих основных пар чтобы встретиться с преподателем по испанскому языку обсудить нашу конференцию доделать презентацию и в принципе можно будет уже не переживать потому что все готово сегодня на мне супер такой удобный даже с какой-то степени как пижама образ первое это вот черняшка я первый раз вообще выхожу в ней в свет она новая и вот такие вот вязаные штанишки изначально тут должны были быть джинсы но я потолстела на 4 килограмма за эту зиму и многие изделия особенно нижние мне стали малы поэтому обходимся вязанными вещами в них супер удобно ты можешь двигаться как хочешь да и плюс если ты даже набираешь как бы ты в них влезешь хочу показать что у меня с собой моя сумка не меняется на протяжении трех лет и вот основная составляющая первое это ноутбук сегодня будет очень много работы с документами и презентациями потом идет тетрадка по испанскому языку сами видите что она очень толстая и напоследок это вот такая маленькая тетрадочка в точечку это для непосредственно записи каких-то интересных моментов с лекцией или же просто какие-то инсайтов и интересных идей не люблю это слово но часто использую и также мне еще подарили чехол на мои наушники кстати купила себе их на новый год и чехол мне тоже подарили на день рождения выглядит он супер мне кажется минималистично плюс есть вот такой карабин что действительно не может не радовать и беру с собой в качестве перекуса два вот таких батончика заказываю их на вауберис очень вкусные плюс они маленькие но при этом очень и очень калорийные то бишь я одним в принципе наедаю беру два на всякий случай и беру с собой всегда бутылку воды сейчас это не многоразовая бутылка но я ее наполняю каждый день снова и снова то бишь это одна бутылка я ее ношу на протяжении там нескольких недель также сейчас беру с собой вот таких вот малышек это собственно рыбок кроссовки flex wave и они супер спортивные покупала года три назад покупала супер спонтанно плюс они мне маловаты поэтому решила что хватит копить хлам да и в принципе я сейчас заказала себе новые поэтому от старых надо избавляться я нашла вот такую батарею от моего старого пылесоса сейчас хочу сдать ее в переработку еще я занялась наконец-таки расхламлением и сейчас вы видите как я иду в пункт авито да да я продаю все свои ненужные там какие-то вещи которые знаете купол на пум через авито очень мне нравится занимаюсь этим уже год и знаете место становится все больше и больше если бы еще кто-то не докупал недостающие детали потому что я безумный шопоголик то более чем уверена что у меня сейчас квартира была бы полу пустая но знаете есть к чему стремиться я уже приехал на пары на улице сегодня у нас прекрасная погода сейчас час испанского лекция пара и потом хочу пойти популяться потому что надо хватать эту возможность за хвост и скоро у нас начнутся опять морозы подтайка снег и так по новой все испанский уже прошел я выдвигаюсь в главный корпус для того чтобы посетить одну из самых интересных лекций по внешней политики китая время час 5 часов и я только-только зашла домой по дороге зашла еще в магазин купила продукты на ужин не знаю как-то потянуло на апельсины и на мясо как быстро на это не звучало а еще я зашла в балбрус и забрала вот такую кепку самом деле я не любитель вот этого вот всего движения да и плюс я ношу очки а с очками кепки не все круто смотрятся но я тоже решила не отставать и все-таки все-таки заказал ее себе не за мне кажется мне не идет но раз куплено надо будет ее хотя бы раз использовать вот а на лекции я успела сделать половину доклада второй половину мы будем делать после того как я наконец-таки поужинаю потому что я безумно голодная вот что касается курсача да потому что последние влоги были посвящены именно ему у меня написан план у меня написано видение у меня написано половина первого раздела точнее первой главы вот так первой и половина второго раздела и знаете мне кажется я супер продуктивно потому что сдавать мне это все 10 10 15 числа сегодня пятое и в принципе я успеваю да и так неплохо успеваю единственный момент что надо бы там подкорректировать количество страниц потому что так никто не понял сколько надо минимум 30 и то не факт вот поэтому по учебе вот такие вот апдейты а я наверное не буду сам долго разговаривать пойду уже кушать и приступим к важным и интересным преподавателям сегодня собственно это презентация с которой я буду уже выступать первый слайд выглядит следующим образом потом идет план который мы тоже сегодня составляли далее идет фотография ант потом идут изображение изображение это лаутара про кого я собственно и буду рассказывать последний момент это битва уже и альфонсо д какой-то там ну и здесь надо бы сейчас доделать ставить фотографию и в принципе на этом все делайте доклад на завтрашнюю пару по современным международным отношениям и у нас очень такая интересная тема российско-китайские отношения у меня экономика у ставшейся части моей группы это стратегическое развитие и также плюсы и минусы вот сейчас сижу и анализирую собственно что говорят эксперты что ждать на что надеяться и очень такое странный осадочек остался ведь какие-то эксперты говорят о том что все будет круто классный и тому подобное ну и все основную работу с компьютером я уже выполнила сейчас хочу чтобы они глаза немного отдохнули да и плюс надо многое выучить итак первым делом вот этим мы занимались на парах у меня был текст вот так он выглядит про матрешку если вы изучаете испанский можете сейчас делать скрин очень классный текст очень много здесь слов которые могут вам понадобиться в обычной жизни мы вместе с одногруппницей написали краткий пересказ и собственно мне надо было выучить и в пятницу сдать и на паре уже основное время мы уделили концепции внешней политики россии которая была утверждена 31 марта 2023 года так она выглядит на испанском языке на сайте мид россии вы можете найти это все на русском языке мне надо будет еще раз перечитать на испанском плюс я хочу ознакомиться с ней на русском языке так как с концепцией внешней политики россии мы будем взаимодействовать не только на парах испанского языка но и даже на внешней политики зарубежных стран и тому подобное это такой самый главный документ которыми надо знать по крайней мере в ближайший месяц момента моего последнего включения прошло 50 минут и все что можно было выучить я выучила все что можно было сделать я сделала и под конец дня до меня дошел такой инсайт интересная мысль о том что чаще всего мы в погоне за каким-то результатами оценками знаниями мы ставим на паузу нашу реальную жизнь и погружаемся вот в эту рутину погружаемся в телефоны в планшеты в ноутбуке погружаемся в учебу и у нас также есть друзья знакомые близкие люди и абсурд этой ситуации таков чаще всего это выглядит как бег в колесе как загнанные лошади загнанные белки бежим 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 тратим огромное количество сил наше колесо практически не двигается и при этом все что происходит вокруг нас мы этого тоже не замечаем поэтому если вы не помните когда в последний раз видели с вашими друзьями когда в последний раз звонили своим родителям когда в последний раз проводили время для себя и с самим собой то обязательно посвятите этот вечер именно себе и сделайте все то что так давно хотели я например сейчас так и сделаю вам хочу сказать спасибо большое за просмотр встретимся с вами уже в следующем видео